Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. В прошлом видео я вам рассказал, почему нужно повышать инсулин после тренинга. И почему не страшно то, что инсулин является антагонистом гормона роста. Кто пропустил, обязательно посмотрите этот ролик, оставлю ссылку в описании. Сегодня мы поговорим, что есть на ночь. Друзья, на ночь есть нельзя вообще ничего. Вообще. Если вы хотите, чтобы инсулин, который выделяется в принципе на любую пищу, не блокировал гормон роста. Вот здесь как раз таки это очень и очень важно. Потому что гормон роста выделяется именно ночью. Через 2 часа после того, как вы уснули, он достигает пика и начинает свое волшебное действие. А работает он на строительство мышечной массы и на сжигание жира. Именно ночью происходят все эти процессы. И если вы поели перед сном или за полчаса до сна, вы блокируете эти процессы. Потому что инсулин, который будет выделяться на вашу еду любую, будет мешать этим процессам. Кто-то скажет, а как же так? Нужно поесть на ночь, чтобы организм имел чем питаться. Друзья, это заблуждение и незнание, непонимание всех процессов. Когда вы засыпаете, организм переключается на совершенно другое питание. И не важно, что вы съели перед сном. Важно, как вы кушали в течение дня. Важно, чтобы вы не ели углеводы вечером. Важно, чтобы вы подняли уровень инсулина сразу после тренировки. Важно не есть быстрые углеводы за завтраком. На самом деле, все это очень и очень просто. Когда у вас есть понимание. К сожалению, знания не всегда дают понимание. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Для того, чтобы я смог на них ответить. А вы видите, что я отвечаю абсолютно на все вопросы. На многие даже снимаю вот такие видео ответы. Друзья, увидимся как всегда в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok